Вы показали мне квартиру. Если вас вы не возражаете, я сниму на видео. Чисто для себя, без каких-то личных документов, чтобы показать клиенту. Я не хочу. Мы с вами, по-моему, этот вопрос еще обсуждали, что приходят, прогрессируют, а потом непонятно, что появляется. Нет, мне не фото, мне интересует видео, чтобы показать клиенту непосредственно. Вы смотрите, вы с вами посмотрите. Хорошо, если у меня, я хотел бы, вот у вас на фото, которое вы с вами на рекламе, немножко не видно лошадь, можно будет, балкон, точнее, ваш, можно ее перефотографировать, ее и санузел. Санузел-то зачем? Нормально видно, уже санузел. Да, я понимаю, отлично. Это я говорю, отлично, вы говорите, отлично. А как его клиент будет говорить? А вам клиент не верит? Он визуал. Нет, он верит, но он визуал. Ему хочется посмотреть, он такой педантичный человек, эстет, и ему нужно хититься. А чем клиент занимается? Он занимается киноиндустрией, то есть снятие сериалов, фильмов. Я, собственно, не вязаю особо. Знаю пару фильмов, которые снял, нет, не более. Если вам интересно, я могу рассказать на него очередь. Хорошо, давайте дальше поднимся. Я пойдем, посмотрим. Отлично. Вопрос по цене. В данный момент у вас указано 24 миллиона, верно? Абсолютно. Вы продаете давно, более полгода уже. Ну, скажем так, я брал паузу. Баб, взять, брали паузу, с чем она была связана? Не продавала, отдыхала, не занималась. То есть не было покупателей, пока временно в полном доме было продано? Нет, я отдыхал. Отдыхал, понятно. Может, и покупатели были, но... Понятно. В данный момент вы или правильно понимали, лично продаете или зарядку? Ну, что-то технику. Понятно. Нет, ну, одеток входит, он уже говорит. Нет, я спрашиваю, к чему этот вопрос наводящий. Мне нужно понимать, с кем я буду работать непосредственно по документу, как обвезение сделок. То есть с вами или непосредственно с кем-то на дне там. Отлично. Юристы, кто на сделке будет присутствовать? Ну, я думаю, куда подготовим эту сделку, будем более-то. Отлично. По цене торга. Возможно ли какие-то подвижения? Платенье вверх, конечно. Я очень даже приветствую это. Вверх это отлично. Мой клиент в данный момент у него есть 20 миллионов. То есть 20 миллионов он готов оплатить за вашу квартиру. Если вы видели по рекламе, два этажа ниже, то есть вот на третьем этаже, чуть-чуть с лучшим ремонтом, чем у вас, есть квартира за 21. Пустам, подвольте, квартира за 21. Нет, я то и показываю, после вашей, я через 6 часов, то есть я показываю ее. Смотрите, он понравится, что это, что так, квартира. Мне не интересно, сколько их продается в моем. Понятно. И сколько они, как долго они будут продаются? 21 или не продаются. Может им 3 миллиона не играют роли, правильно? Может им срочно надо продать. Понятно. Вот пойду я спрошу, я хочу понять, как смешно вам. Мы торгуемся вверх. Вверх, понятно. С удовольствием поднимем. У вас свободная продажа, правильно я понимаю? То есть вы квартира, возможно, это вы здесь, собственно, у вас есть люди куда переехали, кто не профессион. Ну, почему? Вопрос, из чего вы продаете мотив продажи? Вам просто нужны деньги или что-то? Ну и деньги тоже. То есть вам не принципиально, когда вы продадите? Ну, скажем так, не горит. Не горит, понятно. Собственно, тогда что могу сделать? Вам предложение, мы будем заключаться в следующем. Я буду показывать после вашей квартиры, квартиру на третьем этаже. Цена будет там 21. Сейчас я тоже после вашей встречи с ним и я тоже разговариваю по поводу цены. У них цена актуальная. Я сомневаюсь, что они еще 3,5 тысячи. Я могу сказать следующее. Я вам покажу вашу квартиру, но больше 20-ти он не даст. Стоит показывать? Ну, если больше 20-ти не даст, наверное, мне это будет интересно. Хорошо. Вы знаете мой номер. Он вам везет. Все. За 24 миллиона на Маяковской я найду кучу квартир. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...